как любой выбор надборщика, но упорекать их в какой-то однобокость или непрофессионализм. Естественно, их можно критиковать, можно стараться улучшить качество конкурса. Если есть спор по поводу Разбежкина, предположим, почему нет, это можно обсуждать. Но вот так ставить вопрос я бы не стал. Мне кажется, это же как-то оскорбительно для профессиональных людей, которые этот выбор осуществляют в течение уже многих лет, между прочим. Можно я добавлю про американские выборы, или мы здесь неополитики собрались говорить? Добавляй! По чётному гостю можно всё. Я был фанат Хиллари-Клиттон, потому что я верил, что если женщины правили в мире, то это будет гораздо лучше. Я сам скорее к Хиллари-Клиттон склонялся, потому что мне кажется, что если бы женщины управляли миром, он был бы гораздо лучше. Потому что мужчины, они любят драться и спорить, и ссориться, а женщины, они не такие. Женщины полны сострадания, полны сочувствия, они симпатизируют другим, а мужчины, они просто козлы. Ещё, пожалуйста. Знаем мы несколько женщин из Госдумы. Комиссия. Комиссия. Да, да, спасибо. Там был вопрос по поводу отбора. Значит, во-первых, из всех российских фестивалей, на которых я работаю на определение 20 лет, у нас, мне кажется, самая представительная отборчная комиссия. У нас 4 человека. Мы отсматриваем тысячи фильмов в год. Мы ездим по фестивалям, стараемся найти лучшее. Любые претензии в данном случае, а претензии неизбежны, потому что любой отбор субъективен. Кто-то не попал, кто-то попал, кому-то обидно, кому-то досадно. Любые претензии могут формулироваться только к тому материалу, который отобран. Вот если вы нам скажете, вот у вас 18 фильмов, из них не нашлось ни одного фильма, который жюри попремировало, фильмы ужасные, если жюри нам скажет, что программа не цельная, программа разношерстная, в них нет единства, фильмы низкого качества, это да. Любая претензия насчет того, что какой-то фильм куда-то не попал, это нет. На Каннском кинофестивале в свое время не изъяли Амелии Жанна Жене. Это не повлияло ни на судьбу Каннского фестиваля, ни на судьбу замечательного фильма Амелии. По поводу Разбежкина, чтобы закрыть тему, у нас, слава богу, есть социальные сети, цитирую пост Марина Александровна. В национальном конкурсе у нас 5 из 18 работ. Это фильмы «Бабочки», «Волшебная таблетка», «Монолог», «Русский тур» и «Насквозь». При этом говорить, что это фильмы студентов Разбежкиной неправомерно. Михаил Пушков давно-давно закончил эту мастерскую. Дмитрий Кубасов, перед тем, как учился у Марины Александровны, закончил в ГИК и сделал себе большую кинематографическую карьеру, в том числе, как актер. Это просто строчка в их биографии. Фильмы разные, люди разные. Но мне кажется, что все эти фильмы достойные. Поэтому, если вы выйдете сейчас и скажете, фильм Дмитрия Кубасова «Бабочки» порочит честь российского кино, мы с вами поговорим. А если вы этого не говорите, ну, это просто пустые слова. Спасибо. Я просто одно еще предложение добавлю. Благодаря комиссии, конечно, и Алексею Медведеву, и Андрею Плахову, но комиссия отбирает фильмы, и за последние два-три года посмотрите, насколько увеличилось количество зрителей в зале. Я думаю, что это тоже из заслудок. Спасибо, коллеги, вопрос. Пожалуйста, очень прошу, представляйтесь перед тем, как задать. Кто? Раз-два-три, будем считаться. Да, прошу. Евгений Думилов, другой кинолог, Женоком. Вот как раз по поводу зрителей и послания к человеку. Все ли послания нашли своих людей? Потому что я был на игровой программе, и кажется, что она проходила в пустых залах. А при этом была экспериментальная программа, где даже на повторы были жуткие аншлаги. Спасибо. Кто готов? А где у нас Железников Михаил? Наша задача как фестиваля – предоставить зрителю возможность посмотреть хорошее кино. И, конечно, какие-то программы просто, может быть, идут в более удачное время, в частности, экспериментальная программа. Мы ее как такой маргинальный конкурс ставим на вечер, и, естественно, людям проще туда попасть. А дневные сеансы действительно часто проходят с неполными залами. В этом нет ничего страшного. И наша задача не в том, чтобы потакать массовому вкусу, а в том, чтобы предлагать людям разное кино, чтобы было из чего выбрать. И каждый фильм, я думаю, нашел своего зрителя. Знаете, всегда люди, которые приходят на фестиваль, волей-неволей каждый из нас заключен как бы в ловушку собственной субъективности. То есть он что-то увидел и делает какие-то обобщения. Но вот игровая программа, за которую выступает любимый и уважаемый… Отвечает Андрей Плахов, любимый и уважаемый мной, да, там была масса аншлаговых сеансов. Там был показ «По ту сторону надежды», там был показ «О теле и душе», там «Молодой Гатар», по-моему, все стремились попасть. Это самый большой наш фестивальный зал. Да, на какие-то более редкие фильмы, там предположим, на иранскую картину могло прийти меньше людей, но это не значит, что мы должны лишать зрителя возможности ее посмотреть. На «Мишин» экспериментальный конкурс, действительно у нас в этом году был лом народа, в следующем году мы с удовольствием перенесем его в большой зал. И вы придете, да, и вот те 100 человек, которые ломились в зал на 70 мест, они будут сидеть в большом зале и вы скажете «Ой, смотрите, зал полупустой». А ничего не изменилось на самом деле. Другой вопрос, что вы правы и за это спасибо, что над посещаемостью мы еще будем работать для того, чтобы привлечь более широкие круги зрителей. Не обязательно киноманов, не обязательно синефилов, не обязательно тех, кто уже знает о фестивале, а просто городских жителей интеллигентных, которые должны узнать о том, что документальное кино тоже рассказывает суперинтересные истории, и у нас их можно посмотреть и почувствовать себя не жителем разрушающейся пятиэтажки, а гражданином мира и, так сказать, человеком в причастной культуре. Спасибо. Можно маленькую ремарку? Я просто не понял вопрос. Я думал, вы про игровые короткометражки в международном конкурсе говорите. На программу, например, Андрея Степановича весь фестиваль задавал «Контрамарки», просто замучился, все просто спрашивали. Ну, я тоже не понял, о каких игровых фильмах вы говорили, что на них была низкая посещаемость? Ну, на игровых фильмах в международном конкурсе, действительно, днем в большом зале были свободные места. А вы говорили про игровые фильмы конкурса короткометражные или про полнометражный фильм в программе «Кино сверхреальности»? Про сверхреальности. Про сверхреальности? Ну, у нас проблемы с посещением посещаемости не было. То есть, залы были дополнены очень даже хорошо, за буквально там одним-двумя исключениями. Вот, хотя я должен сам, поэтому даже не понимаю, что вы имели в виду. Где вы видели пустые залы на программе «Кино сверхреальности»? Ну, это сверхреальность, она у каждого своя, поэтому она и сверхреальность. Может, мы тогда перейдем к следующим вопросам? Нет, почему? Я хочу понять, что человек имел в виду. Пусть он приведет пример. А, иранский фильм? Иранский фильм, да, это было действительно исключение. Даже 120 ударов, мне кажется, был наполовину заполнен. Хорошо, что вы не сказали, что он наполовину пуст. И даже на втором просмотре. Но, тем не менее, я должен заметить, что посещаемость в этом году в целом была существенно меньше, чем в прошлом году. Это надо осознавать, и я, во всяком случае, это осознаю как проблему. Корни ее многообразные, надо ее анализировать. Но проблема эта существует. Атмосферы фестиваля не хватало. В залах, в фойе Великана не было такого напряжения, которое присутствовало в прошлом году. И я думаю, что многие с этим согласятся. Андрей, я не знаю, откуда это взяло. Вот уже второй год подряд члены оргкомитета не могут попасть ни по контрамарках, ни по блату, ни ползком под стульями на сеансы. Это у нас не было с самого начала, когда переехали в Великана. Извини, это моя реальность, да, данное мне ощущение, но уж какая есть. Коллеги, вопросы еще? Будем думать дальше об этом. Да, прошу. Добрый день. Марина Громова, Модное радио. «Послание к человеку» — это, прежде всего, фестиваль независимого кино. И я хотела бы спросить у вас, вошли ли в программу те фильмы наших зарубежных режиссеров, которые были либо запрещены к показу в их родной стране, либо, выйдя в прокат, встретили какое-то негодование. Если такие фильмы были, прокомментируйте, пожалуйста, это. Спасибо. У нас, во-первых, для примера привести целая программа китайского независимого кино, которое, там, у нас там показывались фильмы Ван Бина и Джао Ляна, который, к счастью, согласился быть у нас параллельным членом жюри. Это фильмы, которые показываются на международных кинофестивалях, но в родной стране зачастую не выходят в прокат, цензура чинит им всякие препятствия. Вот такой пример можно привести. Спасибо. Вопросы? А Борзова Екатерина, портал в кино. Будет ли в этом году эхо послания к человеку в Москве и каковы результаты предыдущего эха московского, учитывая то, что публика в Москве и Петербурге существенно отличается? Спасибо. Я кратко отвечу, потому что в марте как раз мы организовывали первое эхо такой, ну, как бы командой отборщиков мы решили попробовать сами взять на себя в том числе какие-то и административные, и пиар составляющие, нашли нового тоже московского уже специалиста по пиару, который нам помогал в организации этих показов. Ну, мне кажется, у нас что-то получилось. Вот Андрей Степанович и Алексей Ефимович, свидетели, они тоже заходили в октябрь. Там у нас совсем другой подход. Там мы работаем на как бы более широкую аудиторию, потому что мы проводили статистические опросы, там о существовании фестиваля послания к человеку знает максимум 10% публики. То есть людей нельзя привлечь тем, что это послание. Здесь в Питере можно, а там нельзя. То есть там нужно очень мощно работать с соцсетями, рассказывать истории, постить ролики, делать публикации, чтобы люди покупали билеты. И там вот именно на этом мы сработали. И, собственно говоря, в эти дни у нас тоже шла программа в Москве. Это были показы Хелены Тшештиковой, замечательного европейского документа. Редактор субтитров А.Семкин